Все должны в первую очередь пропускать только украинцев. Потому что сегодня Украина, а завтра будет... А на нас? Родных. Наср. Салам алейкум. Привет. Это где вы сейчас находитесь? Привет. В госпитале. Ранение? Да. А что случилось? Что за ранение? Руку отрезали, нога сломана. А как это получилось? Минометом прилетело. Штурмовик? А? Штурмовик был? Да, да. Конечно. Сам пошел или по контракту? По контракту, добровольный. Добровольный? Долго удалось побоевать? Да, довольно-таки долго. Год-четыре месяца. А за эти годы четыре месяца не было ранений? Ничего не было? Это только первый раз только? Были, были. Нет, были, почему-то не было. Такое, это, конечно, первый раз. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши делишки? Не жалуюсь, как у вас. Так, потихоньку. Что вы уже обсуждаете? Отдыхаем просто. А вы музыкант? Интересно. Вы музыкант? Да. Ну, я так и понял. По статуировкам. Да, есть такое. А вы с чем занимаетесь? Да. Ну, работаем. А где работаете? Тем? Как я специально с вами? В Ирландии. В Ирландии с Варчиком. Понятно. Ну, и как там вам в Ирландии? Вы давно там? 20 лет уже. Ну, что можете сказать про Ирландию? Интересно, может, что-то у вас есть сказать? Про Ирландию, да, могу сказать. Хорошая страна. Очень классные люди. Вообще прикольно. Ну, вот как... Мне не знаю. Ну, вот Россия, да? Вот Ирландия. А одинаково. Только в России есть убийства. Ну, под воротню зайдешь, там кошелек. Там блатные, там все есть. А вот в Ирландии такого нет. Туда же эти полицейские ходят просто без дубинок. Ни дубинки, ни газового баллончика, ничего нет. Просто ходят так. Потому что здесь ничего не происходит. А вы приехали из России в Ирландию? Не-не-не. Вы что? В Латвии. Из Латвии, я понял. Ну, а как сейчас? Да, я русский, русский, латыш. Я понял. Я просто вижу, у вас там флаги какие, я вижу там, Советский Союз, серп и молот, я наблюдаю, да? Не, вот это, да, флаг Ирландии. Да, я вижу. А здесь? А, понял. Ну, здесь нормальный флаг. Нормальный флаг. То есть вы живете в Ирландии, но вы поддерживаете империю российскую, да? Я вот ничего больше к чему. Я поддерживаю русский, потому что я русский. А, то есть у вас... Я же русский. То есть если вы русский, вы должны поддерживать русский. А если русские в чем-то неправы, вы все равно будете поддерживать их или нет? Не, ну если они что-то неправильно сделают, да, конечно, я не буду их поддерживать. А они сделали что-то неправильно? Если они убьют, бьют какой-нибудь, не знаю, маленький будет убивать. Ну вот, например, как Америка. Ковровую бомбардировку сделала, Югославию нахрен все терла. И все? А что? А вы видели город... Вот если так Россия сделает, да, конечно, я флаги все сниму. Я понял. А вы видели Мариуполь, Бахмут, Буча, Ирпень? И что там было в Буче? Или вы не смотрели? Или вы только смотрите Югославию? Не, не, у меня же российский канал, я все смотрю. У меня и российский канал, у меня есть и российские, и украинские каналы, и латышские каналы. Ну все у меня каналы есть. То есть то, что делает сейчас Россия на территории Украины, в принципе, и для вас это нормально, да? То, что там стираются города, плеца земли, то, что отдаются преступные приказы. Смысли? А подожди, в смысле? Стираются города земли. Не так они и стираются, как Америка стирала. Подождите, стихонечко. Мы сейчас не про Америку говорим, мы говорим сейчас про Бахмут и другие города Украины, Мариуполь и так далее. Вот вы, я вас спрашиваю, вы когда смотрите на то, что сегодня совершает Россия на территории Украины, вас это никак не смущает, находясь в Ирландии? А кто начал это все? А кто приказ отдавал? Вас не смущает, что это все начало? А кто начал все? Ну кто? Украина? Совместно? Нет, не только Украина, совместно с Америкой. Кто отдавал приказ на захват Крыма? Какого Крыма? Вот только ты мне еще скажи, чей Крым. Я тебе задаю вопрос, кто отдавал приказ на захват Крыма? Зеленые человечки где были? Когда говорили, что это не мы, нас там нет. Он был, Крым вообще-то был русским, так он и есть русский. Русский Крым был и... Подожди секундочку, не привай. А Крым был и греческий, и турецкий. А вообще территория России это была Монголия. Давай теперь, чтобы это все было Монголия, а не Россия. А вот подождите. А вот как вы скажете на то слово, когда в Латвии говорят, такую штуку надо заполнить, ну, анкету. И там, чей Крым? Все в Латвии, чей Крым? Подожди, 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 во-первых, не ругайся, подожди, во-первых, не ругайся Матом. Окей, я могу заполнить, чей Крым? Крым, крымчане и татарские. И кто там живет, вот их Крым. А Москва москвичей? А? Москва москвичей? Бурятия бурят? Ну, блин. Что? Только матом не ругайся. То есть, если, например, Чечня скажет, как она говорила раньше, что мы хотим отсоединиться от России, Чечня имела право это сделать, в принципе, правильно? Но Россия не дала. Почему? Ну, да. А почему Россия не дала отсоединиться от Чечни? И две войны было. Первая чеченская, вторая чеченская? Ну, так она хочет отсоединиться? Я говорю, тогда Чечня, конечно, все хотели, и Чечня проголосовала, и были Хасавюрсовские соглашения. Так я не знаю, а что они дали? А Путин решил воевать, Ельцин тогда тоже решил воевать. И было убито больше 300 тысяч чеченцев, из них 40 детей. Сравняли землю с Чечью полностью, а потом отстраивали. Или вы только на Югославию смотрите? Нет, почему только на Югославию? Ну, то, что в Чечне совершались военные преступления, вас это никак не беспокоит? То, что сейчас Россия нападает на территорию Украины, которая суверенная страна. Когда Советский Союз распался... Нападает? Конечно. А кто первый напал? Подожди. А кто первый вообще напал? Назови мне, в какой день число Украина вторглась на территорию России и захватила какие-то регионы российские? Я себе могу просто сказать, если на вашей, ну, не на вашей, на украинской территории будут жить, блядь, американцы, их будет убивать, ну, просто вот как в Латвии, там, Латгалия... То есть, когда Россия в Чечне побила, в Украине нужно было... Подожди, Россия, когда побила Чечню... И там будут американцы жить, и их будут убивать. Ты думаешь, Америка не вторгнется, наверное, туда? Конечно, она будет защищать своих пацанов. Ну, американцев. Почему, блядь, вы вторглись? Начали убивать... Вот есть Брайтон-Бич, Брайтон-Бич есть в Америке, да, чего Россия не разбирается. Там тоже ущемляют русский язык. Говорят, по-английски нужно заполнять бумаги, когда идешь в какую-то организацию государственную. По-английски все надо делать. А почему Россия не говорит Америке, нам не нравится, как вы ущемляете русских на Брайтон-Бич или в Соединенных Штатах Америки? Почему Россия считает, что она может на слабую струну напасть? Но когда она пала на Украину, обломала зубы. И сегодня война идет в Курской области. И сегодня Путин получил так по зубам. Он думал, что это будет для него легкая прогулка. Потому что Российская Федерация сегодня, это те же самые нацисты, которые были с 1939 по 1941 год. А то, что вы сейчас здесь занимаетесь, находясь в Ирландии, да, живете в стране, в Ирландии, как вы сказали, где полиция ходит без дубинок, и где люди живут хорошо. И поддерживаете эту мерзость, которая сегодня распространяет заразу эту под названием расшизм. И в чат ролик сидите с веселым выражением лица, с веселым... Не перебивайте меня, когда я разговариваю. Я закончу, будете говорить. Украина тут дохуя живет, блядь. И они получают первую медицинскую помощь. И правильно, и все должны помогать, да, ждите, да, ждите по полгода. А почему? А потому что Украина, вот такие как вы, потому что из-за того, таких как вы, на Украину сегодня напала Россия. Потому что вы, находясь в Ирландии, поддержите эту мерзость. И сегодня бомбятся украинские города, сегодня люди страдают. Я вам хочу сказать, блядь, посмотри в Латвии. Ни одного латвича. Когда я начинаю общаться вот с такими, как вы, вы постоянно перебиваете. Вы не даете закончить фразу. Я закончу фразу, будете говорить. Так вот, потому что люди, такие как вы, поддерживаете эту мерзость фашистскую, сейчас происходят те ужасные вещи, которые происходят на территории Украины. И сегодня люди во всем мире, нормальные, которые дружат с головой, объединяются и помогают украинцам. И помогать должны еще больше. И когда они приезжают в Ирландию, да, они должны получать первую помощь. Потому что эта страна сегодня нуждается в помощи. И человек, который не помогает сегодня Украине, является точно таким же соучастником. Помогать нужно сегодня Украине. А Россия сегодня это зло, самое большое зло. И поэтому страны европейские помогают сегодня Украине. А вы, находясь в Ирландии, поддерживаете мерзость. Помогать Украине, конечно. Так же во всех странах, в Ирландии, в Латвии, все должны в первую очередь пропускать только украинцев. Потому что сегодня Украина, а завтра будет... А на нас? Родных. Нас родных. Ты через полгода. Вы же сказали, что вам все нравится. Уже не нравится? Моя бабушка. Моя бабушка сказала кровь проверить. Через полгода. Вы же сказали, что вам все нравится в Ирландии. Потому что в первую очередь, в первую очередь идут только украинцы. Почему? Ты не в своей стране, почему ты идешь в первую очередь? Давай я тебе отвечу. А Латыши всем. Ты задаешь вопрос и даешь ответить. Ты мне в начале разговора сказал, что тебе все нравится в Ирландии, что это классная страна. И вдруг, как только я тебе показал, что ты расист, ты сразу начал оскорблять украинцев, оскорблять страны и говорить о том, что тебе что-то не нравится. Все нормально. Твое здоровье. Все нормально. Все нормально. Так вот, я возвращаюсь к тому, что сегодня Украина получает то, что получает, не потому что Украина что-то на своей территории делает. Это украинцы будут решать, как им жить, какую систему строить, на каком языке разговаривать и так далее. Не Россия. Россия никто, чтобы требовать что-то от Украины, суверенной страны. Как ей жить? А все остальные страны... Россия никто. Россия разве что-то требует? Да, Путин заявляет. Да, конечно, претензии предъявил Путин. А от вас единственное, она требует России, чтобы фашистов нахуй не было. Так Россия есть фашисты. Россия это и есть фашизм. Рашизм это тоже самый фашизм. А у кого, подожди, а у кого были наколки Лазова, все фашистские. Ты Уткина видел? Уткина видел? Какого? А, этот, который первый был? Вагнер, Вагнер. Командир. Вагнера, да. Ты видел его? Ты видел его? Я тоже писал. А, кто такой Мельчаков? Да, я писал. Дешерге Русич. Кто такие? Дешерге Русич, кто такие? Кто? Дешерге Русич. Я откуда? А, видишь, ты про Украину знаешь все, ты про Россию знаешь чуть-чуть, про то, что совершает Российская Федерация на территории Украины, ты тоже ничего не знаешь, потому что ты смотришь российский телевизор, как ты сказал. У тебя, в принципе, скобеевая головного мозга. Ты абсолютно не разбираешься, что происходит сегодня. Не ругайся матом. Ну а вы можете тогда, Украина может тогда бомбить на... Не ругайся матом. Ну, русские, ну, этих пацанов, которые, ну, военные, можешь бомбить? А не в Курске мирное население, можешь? Курская область, да, только не перебивай меня, дайте скажу. Курская область, то, что происходит сейчас в Курской области, это следствие того, что было когда-то причиной. Вот причина была захват Крыма, потом захват Донецкой и Луганской области. Подожди, у вас только не надо говорить. Не перебивай меня, не перебивай меня, не перебивай меня. Да, я это скажу, я тебе дам высказаться. Я тебя выслушал, теперь послушай ты. Так вот, когда Россия захватила Крым, потом начала войну на территории Украины в Луганской и Донецкой области, потом произошло полномасштабное вторжение, и Путин вальяжно сидел и кричал, вы хотите декоммунизацию? Ну, хорошо, нас это устраивает, мы вам покажем, что такое декоммунизация. А сегодня показывают Путину, кто он и где его место. И в принципе, вот сегодня, вот такие люди, как ты, да, это в принципе мерзость мирового сообщества. Вы, те, которые поддерживаете мерзость, которые совершают военные преступления, а история это будет все помнено. А я здесь нахожусь для того, чтобы показывать таких, как ты, чтобы потом, позже, в истории никто не мог сказать, что нет, это все Путин сделал, как говорили про Сталина. Нет, потом будут люди смотреть эти видео, тебя будут смотреть и говорить, вот посмотрите, вот что делала Россия, а вот эти россияне, или люди, которые находились в Балтийских странах, потом переехали в Ирландию, что говорили они? И это будет всем понятно сразу. И твои потомки потом, в будущем, им будет очень стыдно, за то, что вот говоришь сейчас не ты. А Россия сегодня является стороной конфликта, страна агрессора и оккупан, она будет отвечать за это. Сегодня Украина, как армия, показывает России, где ее настоящее место, и Курская область этому подтверждения. А вы думали, что война будет проходить только на территории Украины? Нет, дорогушечки. Война переходит туда, откуда она началась. Это закономерно, это правильно. Бумеранг вернулся обратно с того момента, откуда он был запущен. Какая мерзость. Друзья, извините, был немного эмоциональный, да? Вот именно такие люди почему-то у меня вызывают еще больше эмоций. Почему? Потому что они находятся в нормальных странах, они живут сладко, они живут хорошо, они хорошо едят, хорошо спят, они не ощущают на себе никакие прилеты, да? И он еще обвесил себя флагами, с кепками, с Крымом и так далее. Да? Рассказывает, в театру летка сидит о том, какие украинцы. Не вам рассказывать о том, какие украинцы. Вам до украинцев далеко. Потому что сегодня украинцы помогают, защищают и только себя. Именно поэтому, когда они приезжают в другие страны, нужно помогать им в первую очередь. Потому что эта страна сегодня обрекает кровь. И потому что эта страна сегодня сражается как за свою независимость. Многие со мной не согласны с тем, что они сражаются из-за свободы остального мира. Хотя я считаю, что это так. Что Украина сегодня собой прикрывает остальные страны. И европейские в первую очередь. И многие страны про это знают. И Украина об этом открыто заявляет. Сегодня Украина, завтра Польша, послезавтра Латвия, Литва, Эстония и так далее. Потому что это недразвитый мир всего. потому что это страна, которая способна только разрушать, приносить горе и несчастье. Как-то так, друзья. Я вам всем желаю, друзья, как всегда, добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока.